После досадного поражения в Домодедово футболисты Самарских крыльев Советов очень хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. Игроки вышли на матч с Хабаровским СКА в обновленном составе. Игорь Осенькин провел серьезную работу и ротировал основную обойму. Изменения стали заметны с первых минут поединка. Хозяева поля проводили атаку за атакой. В итоге Антон Зиньковский замкнул хорошую передачу алжирцами к Дизи Фана головой с правого фланга и открыл счет уже на 10-й минуте. Еще один гол гости забили в свои ворота. Это случилось после прострела Антона Зиньковского в штрафную площадку. Один из главных героев встречи поздравил болельщиков с долгожданной победой. Надеюсь, порадовали их немножко. Будем дальше стараться выигрывать, побеждать, искать свою игру. И впереди много-много работы. И вот чем мы будем заниматься сейчас на тренировках дальше. По словам главного тренера крыльев Советов Игоря Осенькина, его футболисты готовились к домашнему поединку с запредельным настроем. Я считаю, что счет действительно по игре, наверное, мог быть даже крупнее. Но самое главное, что та работа, которую мы с ребятами везем, она потихонечку уже видна. После игры Соска-Хабаровск футболисты крыльев имеют в своем активе 4 очка и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Игоря Осенькина проведут на выезде. Они померятся силами с Чайкой из села Песчанокопской Ростовской области. Игра пройдет в воскресенье 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00. Анатолий Головко. События. Субтитры создавал DimaTorzok